Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Преполомни, учитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! И смерти ему, иди Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 22 сентября, память святых мучеников Андрея и Анна, Петра и Антонина. Эти святые мученики пострадали в то время, как Африкой владел жестокий князь Ибрагим. При взятии и разрушении суцилистского города Сиракуз, это было в 868 году, Ибрагим вывел оттуда в Африку Иоанна и двух его детей, Петра и Антонина. Этих двух малолетних отроков он велел обучать огорянскому языку и наукам. Когда они стали подрастать, князь Ибрагим так полюбил их за мудрость и за добродетельную жизнь, что назвал Антонина своим сродником, а Петру да звание Сакелария, главного дворецкого. Они втайне исповедовали христианскую веру, но не могли скрыть этого от князя. Узнав, что они веруют во Христа, он сильно разгневался, велел заковать их в железные колоды и бить их суковатыми палками. Долго мучители наносили удары святому Антонину. Затем посадили его на осла и, привязав крепкими ремнями, возили его по городу, подвергая его ударам и осыпая всякого рода поруганиями. Святой Антонин все это терпел благодаря Бога. Святого же Петра обнажили и долго били палками по костям и под шреву. После этого мучеников заключили в темницу. По прошествии некоторого времени князь приказал вывезти их оттуда и наложить на них тяжелые деревянные доски, так что руки их отделились от тела, а бедра и колена совершенно сокрушились. Тела святых мучеников были обогрены их собственной кровью, и все кости их распались. Потом привели их отца Иоанна. Князь схватил его левой рукой за шею, а правой вонзил нож в гортань его. Так святой мученик испустил дух над телами детей своих. Тогда Ибрагим приказал развести большой костер и на нем жесть тела святых страдальцев. А со святым Андреем, бывшим уже в преклонных летах, жестокий мучитель поступил так. Сначала он довольно долгое время протомил его голодом, жаждой, лишал его одежды, а затем всем на коня и взяв копье, налетел на святого мученика и поразил его копьем в грудь. Святой Андрей громко стал восстывать хвалу Богу. Жестокий князь во второй раз налетел на святого и пронзил его между плеч. Истекая кровью, блаженно упал на землю, после чего ему усекли мечом главу. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.